Все фанаты ФНАФа сегодня ликуют, ведь в свет вышел долгожданный тизер экранизации легендарной игры в жанре хоррор. Но лично я этой новости особо удивлен не был, потому что как бы уже давным-давно знал, что в этом году фильм выйдет в кинотеатрах. Тизер был слит еще 6 апреля в инстаграм-аккаунте Blumhouse, но там он был в шокальном качестве, что-то разглядеть толком там было невозможно. А сегодня вот вышел официальный тизер в хорошем качестве, который в целом выглядит довольно неплохо. Лично я фильм жду, но не потому, что я являюсь фанатом франшизы, а в принципе потому, что люблю жанр хорроров в кинематографе. Сегодня я предлагаю рассмотреть тизер более детально и порассуждать на тему, что стоит ждать от будущего фильма, когда он выйдет и будет ли он доступен в кинотеатрах России. Потому что очень многих этот вопрос волнует. Братишка, ну а перед тем, как мы с тобой начнем, напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где выходит еще больше контента по тематике видеоигр. Там же ты можешь скачать самые топовые игры на телефон из моих подборок, плюс проекты, которые еще не вышли, но доступны для игры. Например, в телеге тебя ждет рабочая версия Warzone или Дивизии. Ссылочку на телегу я оставил в описании, думаю тебе у нас понравится. Плюс там же я солью фильм, как только хорошая версия появится в сети, так что подписывайся заранее и тогда точно ничего не пропустишь. Тизер фильма, стоит сказать, очень сильно хайпанул. Буквально за пару часов он набрал уже больше миллиона просмотров, а сейчас там за полдня цифра движется уже к пяти миллионам. То есть это нам показывает, что люди, фанаты игры, они очень сильно ждали этот фильм. Да господи, на ютубе ролик за роликом выходит уже на протяжении почти десяти лет, где все блогеры пытаются делать фанатские версии фильма. Они вкидывают фейк новости о том, что фильм выйдет, собирают фанатские трейлеры, это набирает миллионы просмотров. Выйдет картина 27 октября, опять же, если ничего не поменяется и не будет никаких переносов. Все мы с вами знаем, что для фильмов и игр это не ново и очень часто, особенно если дело касается тизера, ближе к намеченной дате планы меняются и итоговый продукт переносится. Лично я думаю, что вероятность переноса маловероятна и фильм действительно выйдет в этом году. Во-первых, американцы любят символизм, а дата премьеры это канун Хэллоуина, который все абсолютно любят и американцы в канун Хэллоуина ходят в кино на ужастики самые разные. Но вероятность переноса все же есть. Тут нужно лишь дождаться первого трейлера и если дата будет там такая же, то фильм однозначно выйдет. Теперь, что касается показов в России. Наверняка вы все знаете, что большинство американских фильмов сейчас они не показываются в наших кинотеатрах из-за санкций. Но, приходя в кино, вы можете увидеть, что порой там идут зарубежные, но малоизвестные фильмы. Связано это с прокатчиками. Например, если в прокат фильм возьмет студия Вольга, то фильм точно покажут в наших кинотеатрах. Но сказать об этом точно пока что нет возможности. Фильм находится на этапе тизера. Точно известно это будет только после выхода официального первого трейлера. Точно так же, как и непонятно, будет ли у фильма российский дубляж. Я лично ставлю на то, что фильм покажут в наших кинотеатрах и что у него будет профессиональный дубляж. Потому что производством фильма занимается стриминг-платформа Пикок или Пикук. Не знаю, как там правильно. А она, даже несмотря на то, что Россию сейчас весь мир не любит, до сих пор выпускает свои картины на русском языке. Плюс многие ее фильмы, да, они малоизвестные, уверен, вы о многих знать не знаете, но они шли и идут в некоторых российских кинотеатрах. А значит, есть вероятность, что и ФНАФ будет переведен на русский язык и покажется на больших экранах России. Кстати, вместе с тизером были опубликованы в качестве бонуса их шикарные постеры с изображениями тех самых аниматроников. Выглядит очень прикольно и уверен, фанатам игры это зайдет на ура. Вот просто сами на это посмотрите. И оцените от 1 до 10 в комментариях. Мне реально интересна ваша оценочка, как вам эти постеры. С датой, с дубляжом, с этим всем мы разобрались. Теперь давайте обсудим, что же нам показали в самом тизере и что, по моим прогнозам, стоит ждать от самой картины. В тизере нам показали охранника Майка Шмидта, который будет главным героем, а также жутких аниматроников. Сюжет ленты расскажет о том, как Майк устроился охранником в детскую пиццерию. Ее название Фредди Фазбирс Пиза. Он приходит на смену и спокойно начинает работать, ничего не подозреваем. Однако со временем понимает, что столкнулся с жуткими существами, которые не такие приветливые и добрые, как и показывали в рекламе. Сюжет фильма мало чем отличается от сюжета в игре. Единственное, мне кажется, он будет здесь дополнен. На это свидетельствуют некоторые кадры из тизера, которые, так скажем, лучше будут раскрывать лор и историю этого мира. Из аниматроников в тизере нам показали Фазбира и Бонни, но на пострах мы можем увидеть и других, которые хорошо знакомы нам по игре. Так что уверен, они тоже будут в фильме. Начинается тизер с рекламного ролика, который внешне очень похож по антуражу на рекламные ролики из первой части игры. Улыбчивая официантка приветствует нас в пиццерии, называя ее фантастическим местом для детишек. Тут весело, тут классно, жизнь бьет ключом. А все благодаря визитной карточке этого заведения, веселым аниматроникам. Они танцуют, поют песенки, развлекают детишек. А далее кадр резко сменяется и нам показывают ту же самую пиццерию, но уже глубокой ночью. Мы видим, что у входа лежит упавший рекламный баннер. Рейта сразу же меняет атмосферу с веселой на жуткую и гнетущую. Зритель сразу же понимает, что в пиццерии что-то случилось. Закадровый голос все той же девушки говорит, если вы смотрите это видео, значит вы были выбраны новым охранником пиццерии. И нам показывают главного героя, который, собственно, этим охранником и стал. Он заходит в жуткую, не такую радушную, как на рекламе пиццерийку. Свет везде выключен, гробовая тишина, в кладовой стоят аниматроники, которые, кстати, в темноте выглядят вот по-настоящему жутко, реально. Если при свете они были такие веселенькие, прикольные, милые, то ночью я бы с этими существами не хотел бы пересекаться. На лице Майка это прям написано. Нахрена я сюда вообще пришел? Сидел бы сейчас дома пивасик, попивал себе спокойно. И так как Майк, видимо, наложил от этой жуткой атмосферы в штанишки, он решает в заведении включить свет и тянет рубильник. К нам после этого показывают комнату охранника с мониторами, изображением с камер, которые, кстати, очень сильно похожи на то, что мы видели в играх. А это сразу же плюс один в копилочку разработчиков, антураж, атмосфера игры в фильме присутствует. Далее Майк говорит привет, непонятно кому. Видимо, он почувствовал, что в пиццерии находится далеко не один. Ну а дальше это, собственно, подтверждается и начинается тотальный, что называется, п***ец. Майка приковывают к стулу, перед ним лицо одного из аниматроников. Мы слышим жуткий смех на фоне, кадры очень быстро меняются, и мы можем здесь увидеть других второстепенных персонажей. И некоторые кадры, с помощью которых мы можем понять, что лор в фильме действительно будет раскрыт намного лучше, чем в игре. Ну а в конце мы видим девочку, которая прячется в бассейне шариков, а над ее головой стоят жуткие аниматроники. А это, в принципе, намекает нам на то, что в фильме будет присутствовать и элемент пряток, из-за которых игра так многим понравилась. И, в принципе, это как бы все, весь тизер. Сказать, что многообещающе, я лично не могу, потому что не являюсь фанатом ФНАФа. Для фанатов игры, конечно, он по-любому зашел, об этом свидетельствует общая реакция, оценочка, просмотры, которые летят, количество лайков. Людям в целом тизер понравился, они фильм этот определенно ждут. Но лично мне кажется, что он будет основан исключительно на огромной куче скримеров. А я подобное, если честно, не особо-то в хоррорах и люблю. Но, тем не менее, для меня это неудивительно, потому что сама игра, целая франшиза, она была основана именно на этом. И стала популярна именно благодаря скримерам и так называемым пряткам. Это, в принципе, визитная карточка ФНАФа, которая прослеживается и в играх, и в книгах. Фильм, я уверен, будет работать по той же самой формуле, которая стара как мир. Главного героя постоянно пугают, его постоянно пытаются поймать, он прячется, убегает, затем снова прячется. И все вот в таком духе. Что там конкретно будет, посмотрим на первом трейлере. На многие вопросы тизер по понятным причинам пока что не отвечает. Но интерес как минимум вызывает. Ну а как только первый трейлер выйдет, мы его обязательно с тобой, братишка, посмотрим и разберем уже более детально. А пока что пиши в комментариях, что думаешь по поводу тизера и самого фильма в целом. Ждешь ты его или не ждешь, будешь его смотреть или нет. Мне реально очень интересно прочесть свое мнение. Ну а с тобой как всегда был отец Евген, подписывайся на мой канал, если до сих пор не подписан. Нажимай колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. И конечно залетай в телеграм-канал, ссылочку на телегу я оставил в описании. Ну а я с тобой прощаюсь, увидимся в телеграм-канале и в следующем видеоролике. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова